денис приветствую всем привет торговая сессия среды наш с тобой традиционный эфир перед ключевыми очень важными фундаментальными событиями эта неделя опять же не исключение у нас впереди статистика из сша данные по едпи сначала потом но он фарм пэрс и прям совсем будет рукой подать до заседания федерезерва в ходе которого все отельское сообщество ждет исторического события и отказ федерезерва высоких процентов ставок начало снижения и может быть планы потому как ставка будет корректироваться дальше собственно по ходу этого года потому что я считаю что ее снизить в сентябре в ноябре декабре точно такой же позиции придерживаются те кто видит очень много проблем с американским рынком труда прежде чем перейти к анализу я думаю что сегодня логично остановиться опять же ну коснуться темы доллара потому что доллар остается двигателем и движущей силой для всего валютного рынка денис спрошу у тебя поскольку следующий эфир все-таки будет через неделю спрошу на фоне предстоящего нонфарма у тебя какие ожидания так в общих чертах как ты думаешь разочарует отчет или будет сюрприз положительный знаешь я не готов сказать в плане разочарует или не скорее в плане как рынок может отреагировать в том что вот глядя на текущую структуру в принципе об этом сегодня более детально еще поговорим я думаю что финальное укрепление индекса доллара все-таки сделают а вот потом уже ближе к фрс вот там вот уже как раз индекс доллара может и очень неплохо просесть вот поэтому я в принципе догадываюсь что ты скорее всего его ждешь вниз потому что стратегически я тоже но опять-таки знаешь откаты такая штука их никто не отменял и неизвестно они начнутся вот поэтому я все-таки думаю что откат просто не хватает вот это вот кульминации кульминационного момента вот когда мы его получим да вот тогда я с удовольствием тоже перевернусь по всем фронтам именно против доллара но пока что я думаю еще таких условий прямо на текущий день пока не сделали так ну что как раз тогда обсудим давай тогда начнем с меня демонстрации экрана так индекс доллара первый инструмент который я традиционно затрагиваю это 101 58 текущей котировки мы дождались коллекционного отката опять же который был более чем логичен на фоне этих агрессивных распродаж которые продолжались чуть больше недели назад сейчас я думаю то что достаточно уже с коллекционным откатом перепроданность этого инструмента снята нужно чтобы на рынке появился фундаментальный триггер который как мы знаем появится уже совсем скоро и по моему прогнозу как ты отметил да я вот уже сейчас за продолжение развития нисходящей динамики за то что доллар все же протестирует эту психологическую планку 100 пунктов и на мой взгляд условия для этого есть рынок труда имеет сейчас крайне большое значение для федрезерва те кто забыл напоминают что хрс сместил фокус внимание с инфляцией на рынок труда потому что с инфляцией уже нормально с прогрессом все даже американский регулятор признал что риски усиления инфляционного давления стремятся практически к нулю а вот ситуация на рынке труда ухудшается и я делаю даже акцент не на несколько последних слабых релизов по нонфарм перлс еще также на своем брифинге сегодня рассказывал не забывайте друзьям о том насколько сильно был пересмотрен показатель роста новых рабочих мест в первом квартале когда мы осознали это прям была шоковая новостью для всех трейдеров инвесторов и аналитиков что мы работали завышенными на 30 процентов цифрами а на самом деле американская экономика создала существенно меньше новых рабочих мест я думаю то что фрес тоже испугался цифр прекрасно понимает что картина может быть еще хуже на самом деле и сейчас вот может быть даже опоздав но лучше позже никогда осознал что нужно что-то делать нужно стимулировать политику смещать экономический режим снижать процентную ставку и может быть даже это стоит делать более агрессивными темпами посредством его коррекции сразу на 50 байсных пунктов если в пятницу мы увидим слабый отчет я думаю что он будет слабым если полагаться даже на рейнч на консенсус посмотрите друзья все в экономическом календаре там прирост на 160 170 тысяч но это смешной показатель американской экономики я бы даже интерпретировал что это все равно если мы увидим эти цифры это не будет позитив это больше давай негатив а если уровень безработицы еще останется на прежней отметке 4 3 процента максимум 2021 года но тогда вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов стремительно пойдет вверх и кто знает может быть по мере приближения заседания в сентябре мы увидим же что большинство склоняется в пользу сценарий который предлагает более активное смещение американской монетарной политики поэтому смотрите друзья на текущий диапазон 101 50 102 для открытия коротких позиций если не хотите действовать здесь часто есть еще сегодняшние торговые сессии завтрашние в расчете на то что может быть продолжено вот это локальное коррекционное движение вверх в район 102 пунктов и там уже будет шанс перед новым фармами зашортить на средний тире долгосрок так европейская валюта 1 10 4 здесь соответственно обратный сценарий и мы подошли к уровню поддержки 1 10 я думаю что это подарок для спекулянтов подобрать паруса этого рубежа потому что по аналогии со тем что я ожидаю по доллару здесь уже обратная реакция она будет характерна думать для всего для всего набора рисковых активов по евро я думаю что мы вернемся довольно быстро еще до заседания фрс к отметке 112 сейчас предлагал бы не фокусироваться на фундаментальном фоне из еврозоны не говорить о перспективах изменения процентной ставки в рамках европейского центрального банка потому что динамика последнего месяца явно нам доказала что евро вообще игнорирует всяческий фундаментальный фон и делает то что дает делать доллар если доллар растет европейская валюта корректируется если доллар снижается евро соответственно демонстрирует положительную динамику так что касается британской валюты 1 31 14 текущей кассировки я здесь генис за ломговой сделки причем здесь хочу подключить уже фундаментальный он непосредственно из англии потому что сегодня мы ждем очень скоро отчет по активности в сфере услуга англии и ожидается что показатель будет на прежнем уровне 53 3 процента это то есть зоне роста и составной показатель тоже останется на высоком значении 53 4 и по-моему мы с тобой же обсуждали фунт на одном из последних эфиров я отмечал что пока растет деловая экономическая активность банк англии будет постоянно говорить о рисках инфляции о том что можно отложить снижение процентной ставки до конца этого года я думаю что именно так она и будет если сегодня мы получаем сильную статистику то уже прямо уверенно снова пойдем к мекке 1 32 а там уже еще и слабость доллара может подогреть интерес и отправить фунт к новым многолетним максимумом потому что прошлый раз ралли бычья было застопорено на отметке 1 32 50 это хай за два с половиной года но думаю то что фунт заберется гораздо выше так ну и что касается рынка нефти 73 доллара почти текущей котировки обвал продолжается фундаментальный фон только лишь за дальнейшее снижение возобновление объема нефтедобычи и прежних экспортных поставок из ливии намерение страна пек поднять производства с октября на 180 тысяч баррелей и слабая статистика из китая которая была подтверждена слабыми данными пима производственного сектора и сегодня утром слабая статистика по активности в сфере услуг только лишь шартовые сделки следующая цель 70 долларов за баррель думаю что довольно быстро к ней пройдем и инвестиционное настроение сантимент также указывает на то что толпа в длинных позициях ждет разворота и это еще больше опять же вселяет уверенности продавцам которые мы видим доминируют на рынке уже вторую сессию подряд в общем ждем новые минимумы а где не слово тебе денис не не слышу тебя к сожалению да прогрузил так начнем мы пожалуй с индекса доллара значит по нему меня мнение не менялось еще на прошлом да и помню на позапрошлом брифинге как раз говорил о очень высокой вероятности а сколько от этого диапазона сто тридцать сто сорок там с копейками собственно это и произошло тут такой мелкий совсем был добой отскочили вверх и в целом глядя на всю эту ситуацию у меня впечатление что это добой вверх коррекционный он еще не закончился как по мне не хватает какой-то кульминации какого нибудь завершающего такого момента что можно было говорить о том что да действительно мы уже вверх все дело в том что основные диапазоны сопротивления у нас находится выше поэтому я все-таки думаю что добьют там может сто два сто два с копейками здесь точно сказать весьма сложно потому что у нас вот здесь была кульминационная свеча может даже до нее попробовать дотолкать это в район сто два тридцать а вот потом уже да действительно буду смотреть на достаточно серьезное снижение по индексу доллара следовательно по остальным валютам такой же сценарий только в зеркальном виде значит если в аналоге проводить по евро то здесь опять таки завершают например в данном случае коррекцию вниз но пока что мы пришли только лишь в район маржинальной зоны да здесь еще и область опционного хеджа с учетом того что у нас эта неделя все-таки пятница точнее это у нас экспирационная по месячным валютным опционам то я думаю что попытаются как раз вот подкинуть ближе к пятнице и потом снова спикировать вниз потому что как по мне немножко еще не хватает какой-то минут незавершенность у меня лично чувство незавершенности есть то есть верхнюю границу красиво подпотестировали то есть вот у нас ложный пробой сделали здесь все по классике буквально это очень хорошо на динамом графике видно но внизу как таковых прям вот я не с опять звук пропал так извиняюсь тут технический момент что-то зум немножко и топит нач наверное его акции просядут в общем вернемся к евро по евро я все-таки через добой ниже для общей коррекции потому что верху уже вот даже видно по опционам красиво заливают у нас единичный опцион это уже по новым контрактам идут поэтому я за добой по фунту кстати говоря та же самая картина то есть здесь у нас уже залит опционная конструкция ее верхняя часть вот здесь у нее нижняя часть в принципе как по мне красиво весьма выглядит если там здесь попытаются сделать еще такой коррекционный подскок то отсюда буду уже снова таки рассматривать продолжение продаж ну вот сами в них сижу еще с прошлой недели а так продолжение продаж в район примерно 1 30 45 потом уже только после этого буду смотреть дадут ли условия нам для входа потому что пока что вот на данный момент все что находится вот в этом диапазоне ну ну скажем это область перекупленности поэтому следовательно покупать я лично в зоне перекупленности честно совсем вот прям совсем не хочу поэтому жду добой ниже в моменте да если даже выброс вверх сделают опять-таки вот у нас зона продавцов так что мы вблизи уже реакцию давали если мы еще раз в нее придем то по большому счету в этом ничего абсолютно плохого не вижу и что касается нефти вот по нефти я лично ждал что все-таки после касания после здесь хоть и не сильные прям опционных и джи были но все равно весьма существенные наблюдались все ждал что сюда добьют и потом уже сделают на продолжение вверх но судя по тому как цена падает то здесь другого варианта нет у нас еще в конце прошлой недели как раз конец лета залили очень хорошие опционные хеджи в виде структур в район 67 долларов за баррель поэтому я более чем уверен что к 67 вот сюда цена упадет а вот после 67 мы уже увидим откуп ну как минимум хотя бы вот в этот диапазон то есть коррекционный откуп здесь гигантской вероятностью у нас произойдет потому что следующий есть там еще тоже опционные но они уже будут как как по мне далековато даже если к ним будем идти то скорее всего все равно это сделают уже через внутреннюю коррекцию так что да здесь я точно также как ну как скажем если раньше был больше добой на тест верхней границы то здесь придерживаюсь только единственное от более нижней потому что условий для входа нам к счастью или к сожалению здесь не дали вот ну а продавать как бы в районе области накопления я честно не стал потому что такие вещи очень часто выносятся но это даже видно по пред предыдущим движениям поэтому да при текущем движении вниз этот диапазон 66 75 67 50 за ним надо максимально пристально следить потому что именно там будут кеджировать свои покупки именно крупные институциональные участники в общем вот этот диапазончик но в принципе в остальном то я думаю понятно то есть больше склоняюсь вариант что общая коррекция у нас продолжится и конечно же вот по индексу бакса как по мне могут даже немножко еще и вынос вот такую чуть ниже сделать вот и потом уже пойти через допой потому что стекущая как бы ну здесь не за что зацепиться на к счастью или к сожалению но пока что пока что не за что поэтому какой-нибудь выброс но прям аж напрашивается денис спасибо тебе за твой анализ за время за рекомендации за то что обсудил вместе со мной рынке как уже было отмечено теперь все зависит от нонфармов от фактической реакции доллара и от того что произойдется динамика рисковых инструментов но мы разумеется тобой все это обсудим через неделю да в следующую среду там точно будут новые поводы информационные ну и конечно же потихонечку готовимся уже к заседанию фидерезерва прям совсем скоро я думаю то что не успеем и глаз обогнуть как она крадется и добавит еще больше владельца на все рынки денис еще раз спасибо хороших те трейдов тоже хороших трейдов перед нонфармами потом если будешь работать после выхода отчета ну и разумеется не только тебе но и всем нашим подписчикам спасибо тебе тоже отлично торговать эту неделю как и всем нашим подписчикам спасибо денис на связи пока пока